Итак, в этом видео в Африкат МКЕ мы рассмотрим редактор материалов. В Африкат достаточно большая встроенная библиотека материалов, но рано или поздно возникает необходимость создать материал, которого нет в наборе. Итак, в большинстве случаев на панели выбора материалов достаточно поставить птичку, использовать панель задач, и тогда нам становится доступны для редактирования поля с плотностью, модулем деформации, коэффициентом фоасона, теплопроводностью, коэффициентом температурного расширения и теплоемкостью. Если нужно ввести более расширенные данные, тогда нужно воспользоваться редактором материалов. Здесь мы пишем комментарий, что это за материал. Здесь мы можем написать к какому нормативному документу. Далее можно ввести угол внутреннего трения, предел прочности нажатия, плотность, коэффициент интенсивности напряжения, коэффициент фоасона, модуль сдвига, предел прочности, предел прочности на растяжение, предел текучести и модуль деформации. Также можно ввести удельную теплоемкость, теплопроводность. и коэффициент температурного расширения. И еще другие дополнительные свойства. Вот заполнились наши поля свойств материала и появилась строчка с комментариями, что за материал. Также для повторного применения можно создать карточку материалов. Для этого вызываем редактор материалов, заполняем все необходимые поля и обязательно нужно заполнить поле с именем карточки. Иначе, если этого не сделать, файл просто не сохранится. Нажимаем «Сохранить как», указываем адрес «Сохранить» и «Сохранить» и «Сохранить» и «Сохранить». Вот наша карточка с материалом. Это, по сути, текстовый файл в кодировке UTF-8 с расширением FS-MAT. При необходимости его можно открыть и отредактировать обычным блокнотом. Вот наша карточка с материалом. Или же хранить карточку с материалами. Здесь возможно три варианта. Первый вариант. Можно подгрузить карточку непосредственно через редактор материалов. Вот, загрузились данные. Нажать ОК. Вот, карточка заполнилась. Второй вариант. Это поместить папку со встроенными материалами, которые находятся по вот этому адресу. Папка с установленным фрикадом, дата, мод, материалы. Тогда материал отобразится в общем списке материалов. И третий вариант. Создать пользовательскую папку и указать к ней путь в настройках программы. Во вкладке материала, вот в этом поле. Материалы, помещенные в пользовательскую папку, будут подсвечены символом человечка. Вот, как здесь. И напоследок. Может быть такое, что созданная в редакторе карточка материалов может не открыться в редакторе и не отобразиться в списке материалов. Вот, пробуем открыть карточку. И ничего не произошло. Это означает, что карточка сохранилась с неверной кодировкой. К сожалению, в фрикад есть такой баг. Что нужно в этом случае сделать? Нужно открыть карточку в блокноте. И пересохранить ее обязательно с кодировкой УТФ-8. И не забыть изменить расширение с текста на fs-part. Теперь пробуем ее открыть в редакторе. Вот наша новая карточка. Вот, данные загрузились. Карточка готова к работе. На этом все. Дякую за увал.